МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недоверие. И вот поэтому мы сегодня проводим флешмоб такой. Вот ответы Генеральной прокуратуры. Мы не доверяем больше Генеральной прокуратуре. В нашем случае ситуация такая, что помочь нам может только президент. Те, кому посвящена акция, тоже здесь. Но не для того, чтобы реагировать на глаз народа. Одни наблюдают в стороне, другие аккуратно фиксируют происходящее на видео. У Елены Ивановны три года назад убили сына. Со слов женщины, в суде убийцу приговорили к 17 годам строгого режима. В итоге же он разгуливает на свободе. Я призываю все власть, всех, вплоть до того, что обращаюсь к президенту, что остановите этот беспредел. Потому что не работает, если закон, то начинает работать вместе. Два года назад супруги Александра Ломака и Светлана Кан потеряли сына. Дело разваливается. Супруги уверены, причина этого – один из обвиняемых майор финансовой полиции. Я вообще не могу понять, это получается абсурд. Человек умер, его похоронили, тело есть, а дела нет. Это вообще неправомерно, невозможно. Умер, убили. Его убили. И вот они доказывают, что это из-за каких-то закорючек не должно быть рассматриваться. После этого активисты двинулись по улице к зданию городской прокуратуры. Перед самым входом один из представителей движения зачитывает письмо обращения. Единственный способ добиться правды – это докричаться до президента, но не пробить бастион администрации президента. Сотрудники городской прокуратуры к таким гражданским акциям, судя по их реакции, уже давно привыкли. Вот и накануне Дня Конституции полиция даже не стала никого задерживать.